Суздаль – жемчужина Золотого кольца России. Место домов с резными ставнями и десятками куполов древних церквей. В следующем году этот волшебный город отметит свое тысячелетие. В связи с грандиозным событием, итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» от Ростелекома решили провести именно здесь. «Вместе в цифровое будущее» – это возможность для журналистов и блогеров посоревноваться в профессиональных навыках. Проводят его в 12-й раз. Телеканал «Мир Белогория» не смог остаться в стороне, и наш корреспондент Сергей Черкашин предложил работу к рассмотрению жюри. Перед долгожданным объявлением итогов – культурная и деловая программы. Ведь Владимира Суздальский музей-заповедник – это 45 экспозиций в трех городах, 8 выставочных залов и 64 памятника архитектуры, 7 из которых внесены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На знакомство с Суздальскими сокровищами эпох съехались 16 регионов. А началось оно со Спаса Ефимьего монастыря. Его история тянется через столетия с далекого 14 века. По комплексу провели не только экскурсию, но и квест, в котором командам предложили угадать традиционные напитки, фильм по знаменитым мелодиям, или даже вычислить ложное предсказание монаха Авеля, которого содержали в местной тюрьме. А в завершении – песнопение монастырского хора в стенах Спаса Преображенского собора. Вместе с его вековыми стенами резонировала душа. Второй день подарил гостям возможность прикоснуться к быту русского крестьянина времен Средневековья. Музей деревянного зодчества – это экспозиция в масштабах полноценного села, где именно здания, улицы, колодцы и становятся экспонатами. Быть, традиции, ремесла – во все погрузились журналисты. А кроме культпоходов – две лекционные встречи. Брифинг Павла Шиляева, директора по цифровым регионам ЦФО «Ростелекома», затронул тему умных городов, интеллектуального видеонаблюдения и транспортной системы. А Екатерина Проничева, генеральный директор Владимира Суздальского музея-заповедника, в деталях рассказала о непростой работе по сохранению культурного наследия. Не обошлось и без советов для дальнейших путешествий. Жюри рассмотрели более 370 работ, из них 76 – телевизионные сюжеты. К сожалению, на этот раз липецкая редакция оказалась опытнее и взяла первое место в нашей номинации. Но белгородская команда журналистов не уехала без наград. Работа нашей коллеги Елены Ховхун получила главный приз в номинации интернет-СМИ и вышла во второй федеральный этап конкурса, итоги которого подведут в Москве осенью 2023 года.